Радио «Свобода» Радио «Самурный» в шикарном зале человек на 300, правда, заполненном процентов на 10, организовали его местный мемориал и союз журналистов. Журналистов, правда, почти не было. Другой митинг маргинальный на площади пятого года возле памятника Ленину. Было там человек 70, много молодежи. Организаторы «Объединенный гражданский фронт» и «Движение против насилия». Участвовали также местные анархисты. Выступавшие говорили не только об Анне, но и о наступлении власти на свободу слова, на гражданское общество. Глеб Эделев рассказывал, как накануне обзванивал журналистов, приглашая на митинг, а те отвечали, что им некогда, надо работать. Не до Политковской. Все же некоторые журналисты пришли. Один сказал, что статью о митинге напишет, но ее, конечно, не опубликуют. Сейчас ситуация в местной прессе хуже, чем при коммунистах. Раньше хоть были известны правила игры, а сейчас полный беспредел. Состоялся, например, митинг против ВВП, всеобщей воинской повинности. Местное телевидение его снимало, даже объявило о предстоящей передаче. А самой передачи не было. Вот такая у нас интересная жизнь. Александр Левчак, Екатеринбург. Следующее письмо. Делегата. Делегата. Что вам сказать, Анатолий Иванович? Делегата. 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 золотому тельцу. Это что, дорогой, некоторые верят одновременно не только в Бога и судьбу, но и в домовых, и в коммунизм, и в заговоренную воду, и во что они только не верят. Мне почему-то кажется, что вы больше всего верите, как настоящий язычник, в силу своего заклинания, в то, что вы таки накличите на меня кару. Хорошо, что обращаетесь по этому делу только к Богу. Некоторые, бывало, обращались и в более близкие к ним инстанции. В прошлой передаче я прочитал письмо слушателя, который прислал на свободу, сделанный из космоса, снимок корейского полуострова. На этом снимке он, по его словам, увидел наглядный результат исторического выбора, сделанного 60 лет назад двумя Кореями. Северная взяла за образец Советский Союз, Южная – Соединенные Штаты Америки. На меня этот снимок тоже произвел сильное впечатление. Нижняя половина, Южная, залито светом, а верхняя, Северная, погружена в темноту. Я дал задание слушателям свободы найти и прислать мне космические снимки Белоруссии, Прибалтики, Польши и Украины. Задание – это не мое слово. У меня была просьба, педагогическая просьба. Но первый же откликнувшийся слушатель отрапортовал. Ваше задание, Анатолий Иванович, выполнил. Прилагаю космический портрет не только Белоруссии, Прибалтики, Польши и Украины, а и европейской части России. Как видите, по критерию освещенности дела и в Белоруссии, и в России, и в Украине совсем неплохи. Другое дело, что электрификация территории сильно опережает электрификацию мозгов. В этом есть суть и трагедия российского сознания. Михаил Кашлев. Другой слушатель, Георгий Лазарович из Черновиц, прислал ночной снимок всего мира. Весь мир у меня получился методом монтажа, пишет он, так как когда на одной стороне земного шара день, то на другой ночь. И сколько я баллов заработал по вашему педагогическому соображению, спрашивает он. С удовольствием ставлю вам пятерку, Георгий, то есть высший балл. А вот некоторые слушатели, как и следовало ожидать, вместо того, чтобы выполнить мое задание, решили нагрузить меня своим. «Пришлите мне, пожалуйста», пишет один из них, «тот снимок Корейского полуострова, о котором вы сказали в своей передаче. Интересно посмотреть. Сам найти пока не могу, не получается, а глянуть не терпится». Я выполнил просьбу этого слушателя, но со свойственной мне вежливостью написал ему, что он нахал, из чего, мол, заключаю, что он молодой человек. Он ответил так, «Я не молодой, просто хорошо сохранился». Понравился мне этот ответ. Я сам человек необидчивый, во всяком случае, стараюсь быть необидчивым, воспитываю себя в этом духе и люблю необидчивых, а кто их не любит, и кого вообще любить, если не таких людей. Читаю письмо из Соединенных Штатов Америки. «Здравствуйте, Анатолий. Понимаю, что вы работаете на дядю Сэма и не можете ничего сказать вопреки политике радиостанции. Поэтому эта информация лично для вас, для расширения кругозора, так сказать. Вот уже шесть лет, как я живу в США. Демократии здесь и не пахнет. Есть в нашем городе рельсовый завод. Я хотел туда устроиться, но передумал. Работа там тяжелая. Воздух пропитан пылью, так как рельсы шлифуют на точильном камне, а в вентиляции я что-то не заметил. Я уже не говорю о жаре. Условия хуже, чем на советских заводах. Американец не стал бы там и за 20 долларов в час работать. Там работают приезжие из Украины и Польши, платят им 8 долларов в час. Один украинец и один поляк оказались слишком умными и попытались создать профсоюз. Но нанятые капиталистом адвокаты хорошо поработали, и вопрос был закрыт, а зачинщиков уволили. Мне вспоминается Лех Валенса, как Америка во всю глотку орала в его защиту. Около 50 миллионов американцев не имеют медицинских страховок, продолжает автор. В основном это рабочие и представители так называемого среднего класса, который исчезает прямо на глазах. Только за кровать в больнице нужно платить в среднем тысячу долларов в сутки, а самая простенькая операция стоит минимум 10 тысяч. Кроме выплаты, продолжаю читать это письмо, порой астрономических зарплат врачам больницы тратят десятки миллионов на всякую ерунду. Вот бы написать художественно-документальный роман, в котором создать реалистический образ среднего американца, на плечах которого все еще держится загнивающая страна. Американцы, которым уже за 40, обсуждали сегодня на работе внешний вид Бритни Спирс, очень важная тема, важнее которой может быть разве что выступление местной команды по регби. Спорт и поп-культура – вот две темы, которые любят обсуждать американцы, будто бы и других тем нет, будто бы не лохотронит их правительство, работодатели, страховые компании. Куда важнее то, что Бритни растолстела. Петр Иванов. Так подписано это письмо из Америки. Следующее письмо тоже из Америки. Приехал я в США на деньги Сороса поработать научным сотрудником в университете. Привез с собой жену и шестилетнего ребенка, полностью глухого от рождения. Через шесть лет нашел работу завлаба, каковым и являюсь уже десять лет. В моей лаборатории в основном работают русские, есть полька, француженка и американские студенты, проходящие у меня стажировку. Сыну здесь сделали операцию по восстановлению слуха. В этом году он закончил колледж по специальности компьютерная наука и инженерия. Стоимость операции пятьдесят тысяч долларов. Все покрыла страховка жены. Микрокомпьютер и его наладка заушный компьютер ловит и анализирует звуки и посылает их в мозг, минуя мертвый слуховой нерв. Обошлись нам в копейки. Реальная цена несколько тысяч долларов. Два-три моих последних посещений врача стоили мне примерно пятьдесят долларов. Лекарства тоже полностью покрывались страховкой. Замечу, однако, продолжает автор, что выбор правильной страховки выбор велик и соответствующая переписка занимали уйму времени. Стоимость обучения сына сорок пять тысяч долларов в год. У него были отличные отметки и колледж сразу дал ему двадцать три тысячи в год стипендии. Операция по восстановлению слуха не перевела его в разряд слышащих. Он по-прежнему инвалид. По этой причине колледж бесплатно предоставил спецприбор и наладчика. На лекциях и семинарах его сопровождал человек, который стенографировал все происходящее в аудитории и передавал это в режиме реального времени на компьютер моего сына. Стоимость этой услуги около двадцати тысяч в год в течение четырех лет. Осталось добавить, что этот колледж частный, то есть зарабатывающий деньги. Однако у меня в голове как-то не складывается простая схема деньги-товар. Вообще высокая стоимость медицинских услуг в Америке проблема номер один. Чем можно объяснить разницу между этими двумя письмами? Во-первых, тем, что жизнь даже в Америке есть жизнь. Она полосатая, в ней сколько угодно контрастов. В советское время писали в газетах Нью-Йорк город контрастов. Париж город контрастов. Лондон город контрастов. Из мировых столиц только Москва не была городом контрастов. Во-вторых, обратим внимание на цели, которые ставят перед собою автор первого письма и автор второго. Первый ставит своей целью расширить мой кругозор, то есть уязвить меня, прищучить. Второй решил просто рассказать кое-что о своей жизни в Америке. Хочу обратиться к тем слушателям, которые захотят откликнуться на эти письма. Не будем придираться к словам Петра Иванова, что в Америке и не пахнет демократией. Не надо. Не надо говорить ему, что даже в России, даже в Белоруссии есть кое-какой запашок демократии. Не пахнет для него в Америке, так и не пахнет. Вот еще письмо о Корейском полуострове и не только о нем. Я моряк с большим стажем. Вы рассказали про Северную Корею, что ночью из космоса видно, только одну звездочку, Пхеньян. Это истинная правда. Мне довелось в середине девяностых трижды побывать в северокорейском порту Хенам. Когда подходишь к любому крупному порту, зарево видно за много часов. И вот подходим мы к Хенаму. Кемень даже маяков не видать. Когда нас поставили к причалу, мы увидали, что это довольно большой город, но освещения даже в порту не было. Только палубное освещение на судах. В порядке исключения нас повезли в город, показали огромный памятник великому вождю. Детки дошкольного возраста ладошками сгребали снег с мраморных плит. В окнах домов, похожих на наши хрущевки, не было занавесок. Нам сказали, у нас все на виду, прятаться нам не от кого. Лампочки в квартирах были очень маленькие, 20-25 ватт. После заката все должны сидеть по домам, смотреть единственную телепрограмму про любимого вождя. Я думаю, продолжает автор, что за эти годы там мало что изменилось, о чем и свидетельствуют снимки из космоса. В те же годы бывал я и в Южной Корее. Небо и земля. Как они собираются объединяться, уму непостижимо. Бывал я, само собой, и на Аляске. Сейчас все толкует, что где неправильно она была продана дяде Сэму, что вот где русские принесли веру Христову аборигенам. Так вот, не в те времена плавали наши предки еще под парусами. Чтобы пройти из Кронштадта до Аляски требовалось около полугода, а то и более. Не было Владивостока, а Петропавловск-Камчатский был деревней с малым гарнизоном. Флота, способного доставить туда экспедиционный корпус русской армии не имелось, как и телеграфа. Так что, если бы американцы водрузили на Аляске свой звездно-полосатый, мы узнали бы о случившемся нескоро. Так что, вся эта сегодняшняя патриотическая болтовня, она и есть болтовня. А если бы Аляска и осталась в наших владениях, то там была бы еще одна магаданская губерния, Тьму-Таракань беспросветная. С приветом и лучшими пожеланиями В.А. Болотенко. Спасибо за письмо, моряк. Без патриотической болтовни не живет ни одна страна, но болтовня в свободной стране это одно, а болтовня в России или в той же Северной Корее другое. Этим я объясняю ваше письмо. Из свободных стран такие письма не приходят. Досточтимый Анатолий Иванович следующее письмо. В одной из своих передач вы прочитали письмо пожилой женщины, которая расстраивается из-за того, что молодежь в России ничего не знает и не хочет знать даже о недавнем прошлом своей страны. Увы, для меня это не новость. Я живу в Риге. Не Россия, но все же. Русской молодежи здесь много. Уже в 21 веке на сцене Рижского театра русской драмы шел Евгений Онегин. Юная секретарша театра отправилась в зал на свободное местечко. После первого действия влетела на свое рабочее место совершенно потрясенное с криком «Только не говорите, что будет дальше». История подлинная. С уважением, Алексей Скаридов. Еще одно письмо на ту же тему. Доброго вам здравия, Анатолий Иванович. Я что-то вроде христианского консерватора и политического национал-либерала. Уважаю людей, которые не стыдятся четко идентифицировать себя как представителя определенной нации. Мой родной язык русский, но учусь, говорю и хотел бы думать по-украински. Живу в Украине, средненький такой городок с перебоями воды, загаженными улочками и хамоватенькими жителями. В общем, все нормально, а мне в демократическом интернете так и вовсе хорошо. Имея первую группу инвалидности по зрению, учусь на филфаке университета имени Шевченко. Многие из тех, кто старше, не стесняются восхищаться такими, как я, мол, нифигася, меня уж просто достало то, что совковые знакомые считают даже само поступление в университет подвигом. Выгодно отличаются мои сверстники, нет той подчеркнутой предупредительности, неприличного выражения сочувствия, относятся как к обычному человеку. А прошлым таки не интересуются. Мне повезло, есть у меня дед-коммунист и есть радио Свобода. Дед так классно рассказывал о советской жизни, что лет в десять я ему поверил, пока на свою беду он не купил мне приемник. Но я хотел бы спросить старых людей, а насколько вам было интересно прошлое ваших родителей? Думается мне, что если бы сильно интересовались, то не было бы среди вас столько партийных карьеристов. Все-таки Софья Власевна не из всего предшествовавшего вам поколения совесть вытравила. Правда, часто говорят о господствовавшей в советское время морали, культуре. Но зачем нам сегодня мораль из-под палки? Не называю молодого человека, написавшего это письмо. Знаете почему? Из-за его деда коммуниста. Вдруг старик услышал бы для него это был бы удар. Так старался вырастить коммуниста, а получился христианский консерватор и политический национал-либерал, да к тому же украинский национал-либерал. Добрый день, господин стрелян и следующее письмо. Обижаюсь на вас. Ни на одно свое письмо ответа я от вас не получил. Ни одного вы не огласили хотя бы частично. Я бывший северный шахтер, золотоискатель, морской рыбодобытчик, лившиц Евгений Иванович, фамилия от деда Перехреста. Меня возмутила повальная реабилитация злостного врага российского народа Ельцина Бориса Абрамовича. Имею основание подозревать такое его отчество. В его окружении русских людей пальца в одной руки хватит, чтобы пересчитать. И сейчас в правительстве одни Борисовичи и Абрамовичи. В таком духе написано несколько страниц. В конце «Прошу вас, пан Анатолий, передать это письмо и мою оду господину Лимонову, истинному патриоту Родины». Да, к письму приложено «Длиннющая ода». В ней говорится «Раздел разул, но дал свободу. Я вдохновлен и сочиняю оду». Черт вас, антисемитов, поймет, господин Лившиц. Поэтому я и выбрасываю такие письма, как ваши. Не всегда и дочитал. Насколько я понимаю, к своему деду-еврею вы претензий не имеете, потому что он, по вашему слову, перехрест. Но откуда вам знать, может быть, те мужики во власти, чьи отчества бросают вас в дрожь, тоже перехресты, или выкресты, как чаще говорят, или дети, внуки выкрестов, как вы, и просите свое письмо переслать господину Лимонову, которого называете истинным патриотом нашей Родины и господином. Но Лимонов не господин, а товарищ, он большевик, а большевики убежденнейшие интернационалисты. В свое время они таких, как вы, расстреливали. Вот я и спрашиваю, как вы себя понимаете? Кто вы, в конце концов, такой? Если считаете себя христианином, то это самозванство, потому что Христос был интернационалистом. Если считаете себя большевиком, то и это самозванство. В общем-то, мне безразлично, кем вы себя считаете. Больше мне не пишите. Как только увижу вашу фамилию на конверте, выброшу, не открывая. Раз в несколько месяцев в почте Радио Свобода оказывается письмо о духоте и чаде в храмах по всей России. Читаю очередное такое письмо. Хочу рассказать вам о творчестве одного подмосковного художника. Он продает свои работы на базаре. На одной довольно большой картине изображена церковь, в которую идут прихожане в противогазах. Художник рассказывает, что сам посещает храм и после этого сваливается с головной болью и даже судорогами от угарного газа. Храмы не проветриваются, а горящих свечей он как-то насчитал более 800 штук. При горении даже самых чистых природных веществ образуется угарный газ, и в замкнутых пространствах без вытяжки и вентиляции это опасно для здоровья, объясняет художник. Его картина называется «Грех попов против церкви Христовой». Есть у него и другие картины на церковной теме. Один портрет называется «Курил спиртов». Многие догадываются, кто имеется в виду. Догадался и я, но Бог с ним, с этим курилом. Удивления достойны батюшки по всей России, ведь они же первые и больше всех страдают от угара в своих храмах и ничего не предпринимают. И под конец письмо от еще одного знатока разных народов. Он подробно объясняет, за что не любят немцев, поляков и, конечно, евреев. А в конце коротко «Кого любят? Очень люблю итальянцев, испанцев, латиноамериканцев, чудесные народы, добрые, красивые, говорят на красивых языках. Они всегда готовы к дружбе. С такими народами я бы с удовольствием общался». Я хотел для красного словца спросить этого слушателя, почему он уверен, что они захотели бы с ним общаться, но потом передумал, нашел бы он и среди них себе подобных. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Стреляный.